Доброе утро, уважаемые коллеги! 10.04. Ничто не мешает мне начать очередную, мы уже сбились со счета какую, мы не считаем конференцию Эврики. В этот раз она посвящена перезапуску, перезагрузке сети федеральных иностранных площадок. Я хочу напомнить, что согласно приказу 515-го министра Сергея Кравцова, сеть федеральных иностранных площадок перезапущена. Кратко, история этого движения восходит к середине 80-х годов. В 87-м году учительская газета и клубы Эврика объявили конкурс «Авторская школа», который закончился в 88-м году присвоением статуса «Авторская школа» пяти ведущим тогда проектам. В 97-м году Министерство образования и науки разработало и приняло положение в федеральных экспериментальных площадках. В 2004-м году Министерство образования обновило это положение и выпустило положение в федеральных инновационных площадках. И вот в 2021 году Министерство просвещения Российской Федерации сделало еще один перезапуск, и мы все участвуем в этом перезапуске. Сегодня я думаю, что заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Владимировна Зирянова в своем вступительном слове, который мы записали накануне, точнее Министерство просвещения записало и нам предоставило ролик, об этом скажет. Поэтому я сразу хочу попросить дать слово заместителю министра просвещения Российской Федерации Анастасии Владимировны Зиряновой для приветственного слова нашей конференции. Добрый день, уважаемые участники межрегиональной конференции «Авторская школа Эврика-2021». Тема сегодняшней конференции «Инновации в образовании. Перезагрузка». Инновационной и экспериментальной деятельности посвящена целая статья в законе об образовании в Российской Федерации 273. Там отмечается, что инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. Она осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. 2021 год действительно стал годом перезагрузки сети ФИП. Назначен новый оператор проекта – Институт управления образования Российской Академии образования. В апреле Министерством просвещения Российской Федерации был объявлен конкурс на получение статуса ФИП. На него было подано 156 заявок. И 3 августа этого года по итогам проведенной экспертизы заявок статус ФИП был присвоен 19 организациям, которые реализуют образовательные программы основного общего, среднего, профессионального и дополнительного образования детей и взрослых. Среди этих 19 есть долгожители сети ФИП, есть и новички с интересными и амбициозными проектами. В сентябре 2021 года объявлен новый конкурс на присвоение статуса ФИП в 2022 году. На конкурс поступило 164 заявки. В настоящее время проходит экспертиза поступивших заявок. И среди проектов заявителей есть очень интересные и перспективные проекты. Мы надеемся, что результаты деятельности инновационных площадок будут практикоориентированы и тиражируемы. Будут отвечать на вызовы, стоящие перед образованием и представленные в высоком качественном уровне. И, конечно, будут полезны для совершенствования системы образования нашей страны. От имени Министерства просвещения Российской Федерации я желаю всем участникам конференции продуктивной работы. И надеюсь, что профессионально-общественное обсуждение и перспектив развития инновационной инфраструктуры системы образования будет полезным и содержательным. Я благодарю Анастасию Владимировну и Сергея Сергеевича Крабцова за то внимание, которое Министерство просвещения уделяет развитию инновационной образовательной деятельности. И в этой работе активно и даже ключевую роль играет Департамент образовательной политики в сфере общего образования под руководством Евгения Евгеньевича Семченко и Институт управления образованием Российской Академии образования. Сегодня в нашей конференции директор этого института Владимир Иванович Абрамов принимает участие. Я надеюсь, что он скажет, как институт, как оператор планирует работу вместе с нами, вместе со всем сообществом. Я бы хотел сказать несколько коротких тезис в качестве вступительного слова. Сразу переходя к делу, я прошу включить мою короткую презентацию. Я хочу обратить ваше внимание на ту проблематику, которая сейчас наиболее, с моей точки зрения, актуальна в системе образования. Я связываю эту проблематику, это мое экспертное осуждение, я связываю эту проблематику с разрывом тех институциональных норм и правил, которые действуют в образовании. И той образовательной деятельности, которая призвана решать общественные, личностные и государственные задачи в сфере образования. Потому что задачи возникают новые и даже, можно сказать, инновационные. И в этом смысле зависимость результатов деятельности от регуляторов, от природы регуляторов, от того, как возникают нормы и правила в системе. Эта зависимость, собственно, является предметностью инновационной деятельности. Мы на эту тему сейчас закончили большое исследование по московской системе образования. Она скоро будет представлена. Может быть, мы даже посвятим специальное заседание Клуба нормы и деятельности этому исследованию. Но я хочу сказать, что эта зависимость обновления норм через обновление деятельности и есть предметность деятельности сети инновационных школ, центров, вузов, организаций СПО. Следующий слайд, пожалуйста. В этом смысле источник этой проблематики, разрыва между нормой и деятельностью лежит в скорости изменений мира, тех обстоятельств, в которых мы живем, и особенно тех условий, в которых будет жить, социализоваться, самореализоваться, приносить пользу себе и обществу, новое поколение, поколение наших учащихся. Высокая динамика изменений, непредсказуемость, неопределенность условий социализации заново определяет проблему подготовки к жизни как результаты образования. Еще 100 лет тому назад, 50 лет тому назад, мы, деятели образования, педагоги, учителя, управленцы, ученые, в общем, понимали, к какой жизни мы готовим наших детей. К сожалению, в этом смысле Россия пострадала нескольких революций, войн и так далее, но, в принципе, предсказуемость жизни на одно-два поколения существовала. Сегодня эта предсказуемость исчезла. И в этом смысле известный формат кризиса образования приобрел совершенно новое звучание. Следующий слайд, пожалуйста. Основная характеристика развития образования, я подчеркиваю, институциональная характеристика является то, что период изменений, сегодня это 5-7 лет, становится гораздо меньше, практически в два раза меньше, чем период освоения основных образовательных программ. И вот это обстоятельство, оно для нас критично, потому что сегодняшний первоклассник приходит в школу, и мы, деятели образования, не можем, а тем более дошкольник приходит в детский сад, и мы не можем ему и его родителям сказать, какие нужны средства социализации, какие ресурсы, какие качества, какие компетенции нужны для того, чтобы он успешно социализовался через 14 лет. В этом смысле улыбку вызывают попытки построить какой-то портрет выпускника, перечислить какие-то конкретные характеристики этого выпускника, не зная тех обстоятельств, в которых человек будет самореализовываться, делать это, по крайней мере, самонадеянно. Это то, что известный экономист Хаек называл пагубной самонадеянностью. Пагубной самонадеянностью. В этом смысле разрыв между периодом изменений и циклом получения образования школьного, не говоря уже о специальном и высшем, является ключевым источником проблематики. Следующий слайд. И если эти изменения с институциональной точки зрения являются источником норм и правил, еще раз повторю этот тезис, если мы воспринимаем изменения всерьез, если мы не отгораживаемся от мира крепостной стеной, если мы не закукливаемся, не делаем систему образования закрытой, тогда эти изменения мы должны воспринимать, отражать, рефлексировать, и в соответствии с этими изменениями менять свои способы решения вечных задач. Но мы же действуем в системе, мы в институте, значит, наша деятельность должна подчиняться определенным нормам и правилам. Вот, собственно, обновление сети ФИП – это есть отражение новых обстоятельств. И в этом смысле постоянная работа над обновлением норм и правил есть результат инновационной деятельности. Но эта работа как происходит? Не в лабораторных только условиях, не в кабинетах руководителей, а из рефлексии инновационной деятельности. Потому что всегда есть определенная часть деятеля образования, которая остро воспринимает изменения и отвечает на эти изменения новыми проектами, идеями, новыми попытками в своей деятельности ответить на вызовы времени. Вот рефлексия этих проб, этих инициатив, этих инновационных проектов есть источник новых норм и правил, новых институциональных условий для развития системы. Следующая слайд. Нужно сказать, что за последнее время многие из вас слышали слово ВУКа. Это такая характеристика изменений. Я сейчас не буду в условиях дефицита времени подробно описывать. Но в последний год появилась другая система описания обстоятельств, сокращенная реальтура БАНИ. БАНИ приходит на смену ВУКа. И эта новая характеристика говорит о том, что смыслы, которыми мы можем характеризовать ситуацию, живут крайне недолго. То есть к тем обстоятельствам, которые я предислил выше, соотношение периода изменения и цикла образования, добавилось еще одно важнейшее обстоятельство. Характеристика момента существует крайне недолго. И это означает, что динамика условий должна также постоянно служить постоянным предметом изменения, управлением изменением, управлением развитием. При этом надо вычислить инвариантные вещи, что называется вечные ценности, которые не подвергаются изменениям. Я могу даже, можно назвать их аксиомами, можно назвать их педагогическими догмами, например, суверенитет личности, развитие личности, свобода, право выбора и так далее. Но средства социализации, они нуждаются в постоянном обновлении. Поэтому кризис образования характеризуется необходимостью регулирования в системе, потому что мы институт, мы система. Это регулирование зависит от скорости изменений и от соотношения скорости изменений и периода изменений цикла образования. К тому же жизнь норм сокращается, повторяю, при том, что надо выделить постоянные нормы, которые не меняются или меняются крайне редко, и то, что, собственно, подлежит изменениям. И последний тезис заключается в том, что идеально, если в системе есть сегмент, инновационная сеть, которая управляется системой, и эта сеть поставляет новые деятельности, из которых можно рефлектировать новые правильные нормы для развития системы. Это все, что я хотел сказать в начале, и сейчас мы начинаем нашу панельную дискуссию, первую панельную дискуссию, но перед этим я хотел бы кратко охарактеризовать, у меня там будет еще маленькое вступительное слово, совсем короткое, но я хотел бы охарактеризовать тему и участников, и дискуссий, и секций. Значит, наша конференция «Эврики» «Традиционная осенняя», «Эврика» проводит две конференции, весной, в апреле, и осенью, в октябре, посвящена рефлексии инновационной деятельности и построения, что называется, зоны ближайшего развития, плана работ на ближайшее время. Это рефлексия деятельности. Мы пытаемся обобщить те инновационные процессы в школьном образовании, а теперь уже не только в школьном, в СПО и в педагогическом образовании, которые происходят. И с этим Институт управления образованием Российской академии образования «Эврика» предложила ряд приоритетных направлений развития инновационной деятельности. И наша конференция и завтрашний фестиваль федеральных инновационных площадок посвящен как раз обсуждению этих направлений и показу кейсов федеральных инновационных площадок. И мы очень заинтересованы в реакции инновационного сообщества на эти направления, которые мы потом передадим в ведомство, в министерство. И через месяц примерно состоится заседание координационного органа федеральной инновационной инфраструктуры, на котором эти предложения по приоритетным направлениям будут согласованы, обсуждены, согласованы и потом утверждены примером Сергея Сергеевича Кравцова. В этом смысле важность нашего сегодняшнего обсуждения заключается в том, что если у инновационного сообщества есть идеи по поводу направлений, по которым будет структурироваться сбор заявок, экспертиза и присвоение статуса ФИП, если есть какие-то идеи и суждения по поводу направлений развития инновационной деятельности и, значит, инновационной сети, то хорошо бы сейчас их высказать в течение этой конференции завтрашнего дня, что это бы зафиксировано и обсуждено. И второе замечание, значит, что для нас сегодня важно? Для нас сегодня очень важно, чтобы при моделировании я еще раз хочу, может быть, с упорством достойным лишнего, лучшего применения, еще раз хочу сказать, на Эврике не нужны отчеты. Очень важно проявлять проблематику деятельности и проекта, и направления, которым вы занимаетесь, а также обозначать попытку сформулировать новые результаты образовательной деятельности. инновационный проект направлен на поиск новых результатов, которые соответствуют тем условиям, которые я уже сказал, и средствам их достижения. Вот амбиция инновационной площадки в том, что мы показываем себе, коллегам, обществу, детям и родителям, что для современной социализации, для социализации в будущем, возможно, ребенку нужны такие актуальные результаты образовательной деятельности, и мы знаем, как их достигать. Проблематика и заявка на новые результаты. Вот предметность моделирования проектов, обсуждения экспертизы и показывать кейсов. На этом я совершаю свое вступительное слово. Начинаем панельную дискуссию инноваций в образовании. Я сейчас тогда объявлю участников, потом покажу короткую презентацию, которая характеризует вот эти предложения по приоритетным направлениям, и попрошу каждого участника панельной дискуссии высказаться по поводу момента развития инновационной деятельности этих направлений, поскольку они все специалисты в своей области. Представляю участников дискуссии Игорь Михайлович Лимаренко, ректор Московского городского педагогического университета, член-корреспондент Российской Академии Образования. Владимир Иванович Абрамов, директор Института Управления Российской Академии Образования. Наталья Леонидовна Селиванова, главный научный сотрудник Лаборатории Развития Личности Института Стратегии Развития Образования РАО, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО. Алдар Валерьевич Дамгинов, исполняющий обязанности ректора Бурятского государственного университета, Григорий Наумович Больцман, заведующий кафедрой общей экспериментальной физики Московского педагогического городского университета, доктор наук, профессор. Вот такой состав междисциплинарный. Теперь прошу включить мою короткую презентацию с предъявлением проекта, проекта предложений по приоритетным направлениям развития инновационной деятельности. И, значит, я думаю, что выступления будут в том же порядке, в котором я их представил. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, основные направления деятельности ФИК. Все это касается разработки, апробации или внедрения. Я не буду эту ремарку все время повторять. Значит, ну, естественно, первое батарея направлений касается содержания образования и воспитания. При этом рамкой являются примерные основные образовательные программы и я напомню, что обладатели статуса ФИП имеют возможности право по закону опробировать инновационные основные образовательные программы. Очень важный аспект касается гибкости, сетевости, как я бы сказал, модульности. Но что здесь является для нас сейчас, с моей точки зрения, ключевой проблемой? В этой точки зрения ключевой проблемой является система оценки. Вот мы, мне кажется, достаточно хорошо продвинулись в разработке различного рода прецедентов деятельности, а вот как оценивать результаты, вот здесь у нас могут быть проблемы. В этом смысле мы очень заинтересованы в том, чтобы площадки предъявляли прецеденты результатов, проекты результатов оценки, результатов оценки новых видов деятельности. То есть мало назвать, что мы хотим, например, как результат образовательной деятельности, самореализацию, надо понять, как это можно оценить. И то же самое касается профобразования. Следующий слайд, пожалуйста. Особое внимание уделяется педагогическому образованию. У нас сегодня на пановой дискуссии сразу три представителя педобразования. Игорь Михайлович Маренко, и Алдар Валерьевич Дамдинов, и Григорий Наумович Гольцман. И в этом смысле, конечно, на первый план выходит обновление педагогического образования. Не зря часть педвузов передана в Министерство Просвещения. И мы ожидаем серьезных проектов и моделей от педобразования. То же самое касается любой профессиональной подготовки и повышения квалификации. Следующий, пожалуйста, управление. Ну, вот, смотрите, разрыв, который я обсуждал между нормой и деятельностью, он предметно сказывается на системе управления. Я полагаю, что для нас является большим недостатком отставания системы управления в цифровизации. Отсюда бюрократическая нагрузка, отсюда бесконечные бумажные отчеты, отсюда вал мероприятий и как следствие этого выгорания учителя с одной стороны падение самостоятельности образовательных организаций, а это означает падение качества автоматически, это, так сказать, аксиома управленческая. В этом смысле, когда мы говорим новые механизмы эффективной формы управления, это прежде всего цифровизация управления, сведение к нулю бумажной отчетности и вообще бюрократической нагрузки к нулю и высвобождение времени педагога для работы, собственно говоря, по своим задачам. Важнейшая история является общественное участие. Здесь мы наблюдаем некоторую формализацию, к сожалению, и в этом смысле, например, обострение ситуации связанной с дистантом показало, что неформальное, не системное, неинституциональное в этом смысле формы общественного влияния оказывается сильнее, например, управляющих советов. Это такой сигнал достаточно значительный. И поэтому обновление и придание содержательности общественному управлению, мы много лет этим занимаемся, являются одной из существенных задач. Потому что общественное управление это обоюдоводное, острое оружие. С одной стороны, родители не имеют права общественной организации, с другой стороны, мы профессионально отвечаем за решение своих задач. И этот диалог непростой. Это же касается саморегулирования деятельности, особенно в части обновления образовательных программ, ну и вообще всяческого повышения внутри школьной системы оценки качества, например, саморегулирования системы оплаты труда, то, что может делать по закону образовательной организации, но очень часто не делать. теперь направление, которое внутри результативности, внутри новых результатов представляется важным. Ну, в общем виде это функциональная грамотность. В этом смысле идея заключается в том, чтобы найти способы и в образовательной программе, и особенно, повторяю, в оценке результатов смещать акценты не только, вернее, смещать акценты с объема заполненного материала, с выученных законов правил дат и алгоритмов на понимание и перевод этого понимания в действие. В этом смысле это не только ПИЗа, а я бы даже сказал, не столько ПИЗа, сколько, если обращаться к российской, к отечественной, образовательной и психологической традиции, это умение мыслить и применять свое мышление в действии. И вот здесь можно это называть развивающим образованием, можно называть развитием функциональной грамотности, но здесь, конечно, так сказать, непахольное поле, что называется. я бы не приветствовал, но это моя личная точка зрения, раннюю профессионализацию, но техническое развитие детей, реализация научно-технического потенциала, обращение к высоким технологиям, это не только для профессионализации, я абсолютно убежден, я надеюсь, что мой товарищ Григорий Новоскотт разовьет эту мысль, я уверен, что особенно для подростков включение в высокотехнологические процессы является мощнейшим фактором развития и образования. Это показал еще Антон Семенович Макаренко в перевоспитании подростков с помощью высоких на тот момент технологий. Технологии поменялись, но тяга подростков к высоким технологиям осталось неизменно. Вопрос в том, как это включить в основную образовательную программу. Но, чтобы это сделать, нужно педагога включать в его процессе подготовки высокие технологии. И это, на мой взгляд, ключевой вопрос. А то у нас учителя физики законы Ньютона знают у Кулона на память, что называется, а как флешка устроена, как действует мобильный принцип действия мобильного телефона, многие затрудняются. А дети в этом живут. В этом смысле профессиональная ориентация учащихся не в том, чтобы агитировать за какую-то профессию. Мы понятия не не имеем, в какой профессии оптимально будет реализоваться ребенок через 10 лет. Это наивная иллюзия, что мы сегодня можем эффективно заниматься профориентацией. Но погружать в разные виды деятельности для развития ребенка, для формирования социальных навыков работы в производственных коллективах, например, мы это делаем на медиа-деятельности. Следующий слайд, пожалуйста. Но повторяю, все это в рамках основной образовательной программы. Я сейчас не буду уже читать слайды, я надеюсь, вы их видите. Но одной из проблематик, и это, мне кажется, очень перспективная тема, является интеграция так называемого основного образовательного программы и так называемого дополнительного образования. Говорю так называемое, потому что для ребенка нет такого разделения. Поэтому интеграция так называемых дополнительных направлений в основную образовательную программу, это является одной из задач как раз институционального характера. И отсюда обратить внимание на 15-й пункт, индивидуальные, а я бы даже сказал, персональные образовательные программы, которые строятся не только на учете особенностей, но и на формировании образовательной программы на основе определенных деятельностей, особенно для подростков. И в этом смысле еще раз современные дополнительные программы дополнительного образования крайне важны, но в той или иной форме они важны для учета в госовских образовательных результатов. ну и конечно очень остро стоит вовлечение родителей, вовлечение не информирование просто, а вовлечение родителей, особенно на дистанте, мы увидели, что мы без этого не обойдемся. Следующий слайд, пожалуйста. в этом смысле я обращаю внимание ваше на то, что сайт FIP-эксперт работает в интерактивном формате и там есть и новостная лента, и огромная просьба все новости туда направлять и также отслеживается ход развития самой сети. Это все, что я хотел сказать о выступлении. Теперь перейдем собственно к панельной дискуссии. Еще раз повторяю просьбу относиться или самим предлагать направление развития инновационной деятельности и свое видение состояния развития инновационной образовательной деятельности. Спасибо. Я хочу предоставить слово ректору Масовского городского педагогического университета доктору наук члену корреспонденту РАУ Игоря Михайлович Игорь Михайлович прошу вас. Добрый день уважаемые коллеги. Вообще наверное это очень знаменательное событие, что спустя вот несколько последних лет все-таки стала реализовываться норма о федеральной инновационной инфраструктуре в сфере образования. Причем я должен сказать, что сразу два ведомства, наш ВУЗ он ориентируется на нормы и регулятивы, которые идут от двух ведомств и от Министерства науки и образования и от Министерства просвещения. Так вот я должен сказать, что сразу два этих ведомства практически одновременно издали определенные регулятивы, касающиеся инновационной инфраструктуры, как это сказано в их полномочиях этих ведомств. Значит, Министерство образования и науки высшей школы по-другому называемое запустило программу «Приоритет 2030», где около сотни вузов вошли в эту программу и получают соответствующие гранты, и там запускается реализация инновационных программ. И очень живая дискуссия началась по этому поводу, проводятся симпозиумы ректоров, много чего происходит. И вот, конечно, нельзя не приветствовать инициативу Министерства просвещения по федеральной инновационной инфраструктуре в сфере образования, которая вот на каком-то новом витке сейчас должна возродиться, появиться и так далее. Конечно, оба этих проекта, обоих этих министерств преследуют ту мысль, что вся эта инновационная инфраструктура так или иначе отразится на нормах и правилах системы образования. И специально нужно понимать, а что же это за действия такие, каким же образом проанализировать образовательные практики в этих инновационных проектах и оформить их, довести до норм, значимых для всей системы образования. Следует отметить, что на протяжении всего прошлого времени мы видели таких два различных подхода к регулированию процесса перерастания инновационных норм в системной практике. первый процесс он предполагал достаточно стройные административные конструкции. На моей памяти наверное такой стройной административной конструкции была идея инновационного комплекса в системе образования. Когда-то мы делали нечто подобное в Красноярском крае, когда все инновационные площадки делились по определенным тематикам, ну примерно наверное таким, как сейчас Александр Зотович обозначал, но внутри инновационных площадок по этим тематикам были еще определенные типы площадок. Были площадки поискового типа, где собственно центр внимания был на поиске новых образовательных технологий с достаточно вольным обращением с существующей регуляторикой были площадки инновационного типа, где специально уделялось внимание доведению этого поиска до работающих норм. Пробовались уже нормотворческие документы, а не просто такие смысловые. И наконец третьи площадки тиражирующего типа, они уже были такими образцами, а как бы это работало в массовой практике. Там уже не было развернутой системы поиска, там был такой образец, а вот массовая практика после, так сказать, доведения норм до всеобщего внедрения. Это вот как бы был один подход, все это регулировалось специальными положениями, специальными комиссиями, специальными советами, которые анализировали, так сказать, продвигали эти инновационные комплексы. Вышла, кстати говоря, специальная книжка об инновационных комплексах в системе образования. И второй подход, иной подход, который специально не оформлял кооперацию инновационных площадок внутри всей инновационной инфраструктуры. Он удерживал ту презумпцию, что та или иная образовательная технология, то или иное новшество может быть самоценным при распространении на всю систему. Но при этом была очень одна важная деталь, что при распространении системы может меняться вся семантика инновационной деятельности. Я напомню пример школы самоопределения Александра Тубельского, которая выпустила, конечно, много книжек про самоопределение и масса было проведено по этому поводу мероприятий, но регулятором системным на все образование стало другая инициатива отпочковавшаяся от этой, а именно школы полного дня. Вот собственно Александр Науч Тубельский имел контракт с Министерством образования и отрабатывал модель школы полного дня. Это не связано было с идеей самоопределения прямым образом, но тем не менее отпочковавшаяся от инициативы норма приобрела такую превращенную форму. Она стала другая. И вот снять норму с инициативы это вовсе даже нетривиальная задачка, потому что при этом отпочковании многое меняется. Но вот с моей точки зрения есть два полюса. Первый достаточно жесткое распределение функций между инновационными площадками и определенная кооперация между всеми этими образовательными организациями. И другой фокус наоборот предельно распределенная сеть. В этом смысле может быть показательный проект. Это конкурс инноваций в образовании, который проводится при лидерском участии высшей школы экономики и еще нескольких партнерских организациями тоже там участвует. Конкурсы инноваций в образовании это в основном инициатива от малых предприятий, от индивидуальных предпринимателей, которые делают определенные сервисы, как правило, связанные с информационными технологиями, а что сейчас не связано с информационными технологиями, и продвигают эти инициативы в системе образования. Причем иногда в систему образования из сферы образования, из источников инициативы, которые традиционно не завязаны непосредственно на систему. Значит, вот мне кажется, между двумя этими полюсами, такой сферный, предельно как бы что такое сфера? Это, как говорил Николай Кузанский, это такое пространство, где центром может быть любая точка. Сфера, центр, может быть любая точка, в отличие от системы, потому что там в системе есть иерархия. И мне кажется, вот сейчас надо найти, нету пока этой модели, надо обсуждать некоторую середину, где, значит, вот есть такой централизованный системный характер регулирования инноваций и сферный характер. Вот что сейчас необходимо с учетом изменившегося мира, с учетом тех драматических изменений, которые происходят в последующие годы? Я бы вот так видел задачу. Все, спасибо. Спасибо огромное, Игорь Михайлович. Я бы хотел отметить эти два тезиса, ключевые, на мой взгляд. Сферность инновационной деятельности, а уже какую институциональную структуру это будет принимать, это зависит. Ну и то, что снять норму с инициативы не так натурально. Это очень важно, потому что мы не настаиваем на том, чтобы внутри заявки, внутри что-то по проекту были жестко вот эти нормы прописаны, но подходы, мне кажется, там должны быть. И еще хочу, так сказать, в связи с выступлением Игоря Михайловича отметить, что на самом деле инновационная деятельность чем сложна? Тем, что действительно цели могут и средства, и результаты могут меняться в деятельности, и в этом сложность управления инновационной деятельностью, потому что там это не ракета, которая летит в точно заданную цель, траектория может меняться. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Исполняющий обязанности директора Института управления и образования и образования и правов, кандидат экономических правов, Владимир Иванович Абрамов. Прошу вас, Владимир Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую всех на такой замечательном историческом мероприятии. Очень радует, что развитие инноваций в сфере образования вызывает такой живой интерес. И пару слов сказал бы по поводу роли Института управления и образования МРАО в работе по оперированию действительно процессом присвоения заявок ФИП. Итак, с 2021 года была достаточной значительной мере изменена изменен курс данного направления и в настоящее время действительно Институт управления образованием стал оператором присвоения статуса ФИП со стороны Министерства просвещения, но естественно мы пошли по пути преемственности именно в этой связи. мы очень тесно с Институтом Эврика организовали взаимодействие и в рамках Института было сформировано соответствующее подразделение и нас действительно ждала очень большая комплексная работа, во-первых, она, конечно, была связана с необходимостью обеспечить прием целых двух циклов заявок на 2021 и 2022 год и вот по первому циклу мы уже по сути прошли полный комплекс от начала приема до экспертизы заявок до присвоения статусов и сейчас активно движется процесс по присвоению статуса ФИП 2022 года. Мы сейчас находимся в стадии экспертизы заявок, но помимо этого, на самом деле, нам предстоял действительно большой комплекс работ. Во-первых, он был связан с цифровым сопровождением данного процесса, и в этой связи нами была перезапущена информационная система федеральных инновационных площадок для обеспечения их формирования в данной системе, но и кроме того, совместно с нашими уважаемыми коллегами мы приступили и к пересмотру различных аспектов данного процесса присвоения статуса. К примеру, нам в качестве одной задачи мы пересмотрели критерии оценки заявок и конечно в дальнейшем мы хотели бы усилить эту работу в части во-первых категоризации вообще самих проектов по направлениям и сегодня уже авторская школа будет проходить в соответствии с этими направлениями и конечно основной задачей является такая интеграция результатов которые будут получать и получают федеральные инновационные площадки в государственную практику в министерскую практику и в этой связи конечно мы очень открыты к диалогу нам очень важно представление результатов федеральных инновационных площадок трансляция опыта и в этой связи сейчас как вы знаете завтра нас ждет фестиваль инновационных практик который направлен как раз на эту диссеминацию соответственно коллеги будем находиться с вами в тесном контакте и действительно нам необходимо более комплексное понимание того как данная сеть федеральных инновационных площадок может способствовать дальнейшему развитию системы образования я буквально очень кратко спасибо большое спасибо Владимир Иванович я должен отметить что взаимодействие наше происходит в высшей степени продуктивно и мне кажется что действительно как-то новое дыхание появилось в развитии инновационной деятельности в том числе и межпоколенческая в том числе межпоколенческая спасибо большое надеюсь на дальнейшую плотворную работу уважаемые коллеги проблематика воспитательной деятельности результаты воспитания в последнее время приобрела я бы даже сказал острый характер и это связано с теми изменениями которые происходят и с теми проблемами которые являются достаточно трудно решаемыми поэтому развитие инновационной деятельности этому направлению придается очень большое значение я предоставляю слово ведущему специалисту в этой сфере представителю школы научной школы Людмиле Ивановне Новиковой выдающегося ученого в сфере деятельности Наталье Леонидовне Селивановой главная научная сотрудник лаборатории развития личности института стратегии развития образования доктор преподнауч член респондент Урау Наталья Леонидовна прошу вас спасибо большое добрый день уважаемые коллеги мне посчастливилось в общем-то на протяжении своей профессиональной деятельности так или иначе быть связаны с инновационной деятельностью являясь к тому же экспертом в самых различных фондах передо мной всегда встает самый сложный вопрос либо надо ответить на вопрос какой прирост научного знания какая новизна либо является ли данный опыт инновационным то есть это такой действительно очень сложный вопрос но за многие годы в качестве эксперта я поняла одно что инновация это товар штучный и очень редко когда на самом деле нам приходится в нашей педагогической сфере сталкиваться действительно с инновациями что касается воспитания то я здесь могу сказать что судьба инновации может быть складывается еще более скажем так проблематично потому что не останавливаясь не хочу сейчас как бы погружаться в дискуссию о том что такое инновация вообще но знаете как говорил в своем произведении Курт Ваннингут когда его спросили вот как вы героя спросили как вы можете определить хорошая картина или плохая и тогда ответ был ну я не точно цитирую ответ был такой когда вы увидите миллион картин вы поймете какая из этих картин хорошая какая плохая ну вот тут некую аналогию можно провести из инновациями но судьба инновации воспитания вообще очень сложно складывается к сожалению очень мало исследований которых были бы посвящены этому вопросу но если так посмотреть на то что мы видим то фактически с инновациями в сфере воспитания мы имеем дело чаще всего с такими двумя категориями либо это ну скажем так некое предание некого новых элементов хорошо известному или хорошо забытому это очень часто происходит либо это скажем так модификация зарубежного опыта ну самый такой пример лежащий на поверхности это моральные дилеммы Кольберга которые в свое время были популярны но я думаю что еще можно здесь привести какие-то примеры так вот очень часто вот особенно ознакомясь и с проектами на федеральных инновационных площадках заявками на федеральных инновационных площадках мы сталкиваемся с тем ну во всяком случае я могу это сказать по отношению к себе что инновация воспринимается коллегами как то новое что происходит по отношению к данной образовательной организации не вообще а вот то что вот для меня в моей школе в моем учреждении профессионального образования и даже в ВОЗе вот по отношению к моей организации это является некой инновацией но понимаете действительно иногда трудно оценить насколько та инновация которая как бы является новой по отношению некая тавтология по отношению к вашей образовательной организации насколько она нова для всех остальных насколько она может действительно стать ну скажем таким достоянием поэтому здесь вот очень как бы вот это вот важный момент который нам необходимо учитывать особенно в деятельности федеральных инновационных площадок чтобы у нас не складывалась иллюзия что действительно вот мы сейчас получим такой вал различных инноваций которые мы быстренько активно будем внедрять поэтому инновации они могут быть носить самый разный характер они могут быть и в содержании они могут быть и в форме они вот что касается воспитания они могут быть и в тех управленческих решениях которые принимаются в сфере воспитания ну и последнее о чем бы мне хотелось сказать что мне кажется что вот если искать механизмы да вот определение что инновация что не инновация то здесь самый основной метод на мой взгляд это экспертное суждение и чем скажем так достовернее будет вот это экспертное суждение чем опытнее а кстати есть определенные требования тоже к экспертам и к экспертизе чем это будет как бы более учитываться тем скорее мы получим скажем так достоверный результат то есть действительно мы сможем понять насколько данное предложение данный проект является инновационным что касается ну я немножко позже мне еще сегодня предстоит говорить уже непосредственно о сфере воспитания но я хочу сказать что у меня есть некие опасения да вот эта вот волна такого интереса которая сейчас понятно какими причинами есть к сфере воспитания она может как раз вызвать и имитацию таких инноваций знаете как вспомним да известное воображение минуя нас пуще всех печали и барский гнев и барская любовь поэтому вот в сфере воспитания с инновациями надо быть очень аккуратными потому что и не забывать о том что воспитание это не попытка получить от ребенка должное поведение а воспитание это работа со смыслами ценностями отношениями ребенка вот о чем бы мне на этом этапе хотелось сказать спасибо большое спасибо Наталья Леонидовна я к этому могу добавить солидаризуясь тем что сказала Наталья Леонидовна конечно мне кажется это моя экспертная точка зрения что интегрирование воспитательной деятельности в основную образовательную программу в те учебные производственные процессы и виды деятельности а не обособление каких-то отдельных мероприятий это важная часть и мне кажется эту задачу и ставил коллектив под руководством Натальи Леонидовны при разработке проекта примерной программы по воспитанию чтобы естественным образом в учебную работу в производственную работу вообще в жизни школы были вкраплены решения задач развития определенных качеств характер как говорил Константин Дмитриевич Ушинский характера и воли ребенка поэтому мы очень будем приветствовать вот как бы не вообще мне кажется разделение обучения и воспитания такая довольно рискованная вещь спасибо большое Наталья Леонидовна ректор исполняющий обязанности ректора Будетского государственного университета Алдар Валерьевич Дамгинов давно и участвует и управляет этой деятельностью и как ученый исследователь историк и как министр региональный министр образования и как депутат государственной думы мы надеемся что наше партнерство в этой сфере продлится в качестве в его новом качестве исполняющей обязанности ректора университета Алдар Валерьевич вот с этой так сказать панорамной точки обозрения прошу вас выступить Добрый день уважаемый Александр Зодович добрый день уважаемые коллеги я рад вас всех приветствовать рад видеть конечно хотелось бы видеть в оффлайн режиме ну жизнь такая на сегодня вообще у меня такое чувство желание Александра Зодович прямо сейчас объявление сделать что мы продолжаем Байкальский образовательный форум ждем во всех летом 22 года я когда-нибудь надеюсь что так скажу и мы проведем действительно здесь в Бурятии образовательный форум который будет связан может быть и с инновациями в области образования с теми проблемами которые всегда есть которые обсуждали и вот даже сегодня я так как-то когда слушаю вас и вот Игоря Михайловича вспоминал то время когда вот десяток лет назад когда мы обсуждали те же проблемы в образовании те же проблемы в инновации и тогда я очень хорошо помню вот эти все вливания денежные которые шли из федеральных органов шли под лозунгом деньги в обмен на обязательства я помню тогда что это был действительно действенный принцип вот сейчас очень здорово что министерство просвещения к ФИПам по-новому относится идет перезагрузка очень надеюсь что количество заявок как пока вот сегодня всего 164 я знаю что раньше было очень намного больше очень надеюсь что количество таких заявок будет только увеличиваться по крайней мере вот последние вот эти изменения в том числе из пандемии не остановят наших коллег творческих коллег которые бы творческие думающих которые бы хотели бы работать в инновационном поле я очень надеюсь что таких не осталось меньше осталось больше несмотря на все те проблемы которые существуют Еще одну такую ремарку хотел бы отнести. Действительно, я очень благодарен, Игорь Михайлович, за то, что он сказал о том, что два ведомства, действительно, Министерство просвещения, Министерство высшего образования и науки сегодня инициировало ряд таких проектов, которые дают возможность в том числе и высшему образованию принять участие. Если вы помните, вот 10 лет назад вот такой смычки между педвузами, высшей системой образования, школами, она хотя и существовала, конечно, но вот какие-то проблемы все-таки существовали, какие-то триггеры были в том, чтобы не дать очень плотному такому взаимодействию. Я очень надеюсь, что сегодня это все пойдет. Вот мы сейчас, вот я только неделю приступил к обязанностям ректора, и вот уже неделю мы здесь очень активно и бурно обсуждаем программу цифровизации, куда Буря Сукулс Росоуниверситет уже вошел, и понимаем, что здесь очень мало еще было сделано, еще много предстоит сделать. И цифра, что в ВУЗе, что в школе, причем цифра в школе, она уже, мне кажется, более вперед шагнула, чем в профтехобразовании, поэтому здесь, я думаю, что проблема есть, и нужно вот это все как-то пытаться совмещать. Что же касается инноваций в образовании, то вот действительно в последние годы, говоря о понятийных понятиях об инновации, какой-то произошел предмет усомнения, все, что связано с инновациями, причем, значит, они колеблются между двумя какими-то такими альтернативными точками. С одной стороны, говорят, что инновацией занимаются все, особенно при разработке конкретных исследовательских тем, потому и как бы не нуждается при разработке, при каком-то особом обсуждении. С другой стороны, высказывается идея о необходимости оценки инноваций, то, что Наталья Леонидовна как раз и говорила, разработка критерий какой-то валидности, тем, чтобы мы отсеивали какие-то мнимые инновации, ну, что, очевидно, предполагает тоже определенные исследования. Вообще, вот в педагогике, психологии произошла такая своеобразная понятийная катастрофа. Одни понятия потеряли свой категориальный статус, оказались такими простыми идеологическими штаммами, это вот типа всестороннее развитие, гармоничная личность, ну и так далее. А с другой стороны, более аморфно, вот тоже Наталья Леонидовна об этом говорила, воспитательная деятельность, что такое воспитание. И мы вот были вынуждены в Комитете по образованию по этому поводу очень много общаться. И, Александр Завич, благодарю вас за то, что вы являлись членом экспертного совета по воспитанию именно при Комитете, где мы вот действительно очень многие вещи обсуждали и говорили, что это действительно должны быть институционные изменения, понятийные изменения, которые должны наноситься. Сегодня, понятно, в системе образования это происходит, но как это будет дальше двигаться? Я думаю, что здесь для ФИПов есть возможность для обобщения того опыта, который есть в виде инновационного проектного предложения. Ну и главная, наверное, здесь причина вот того, что происходит у нас сегодня, это все-таки причина того, что с трудом преодолевается разрыв между системами теоретических знаний и образовательной практикой. То есть более жестко, если говорить, то разрыв между образовательными знаниями и практическим периодическим действием. То, что вы говорили в начале своего ступорительного слова. Поэтому, конечно, вот этот разрыв, он должен как-то не вирус, мы должны эти проблемы преодолевать. На самом деле есть у нас много в этом плане проблем. Вообще, для того, чтобы образование хронически не опаздывало, не оказывалось в роли догоняющей саму жизнь, считаю главной проектной задачей регионального образования, прежде всего, это создание пространства совместной жизнедеятельности, определение общих целей жизни через соучастие в том, что происходит в образовании человека. Ну и вообще, нужно сказать, что вообще инновация, это всегда носило какую-то позитивную роль в образовании. И, наверное, нужно относиться к этому, что это какой-то позитив, призыв к какому-то изменению того, что у нас уже есть в более таком позитивном формате. Поэтому я надеюсь, что мы вот сейчас еще и в секционном тематике обсудим еще и кадры для образования, тема тоже очень обсуждаемая на сегодня и проблематичная, особенно в свете последних, опять-таки, изменений, которые предложило наше министерство, о том, что сегодня правила приема изменяются. У нас сегодня выпускники среднего профессионального образования с будущего года уже пойдут только или же по системе ЕГЭ, или же через профильные экзамены, которые должны быть созданы в рамках профстандартов, которые есть на сегодня и в СПО, и в высшем профессиональном образовании. Тема очень обсуждаемая сегодня, особенно в вузовской системе. И надеюсь, что эту тему мы как-то тоже... Вот меня просто поразили факты, которые сегодня у нас есть в Бурятском госуниверситете. 46% абитуриентов – это выпускники среднего профессионального образования. 46%! Это говорит о тех изменениях, которые произошли за последние несколько лет, в том числе и в системе вузов. А это значит, что они не через ЕГЭ пришли? Они пришли не через ЕГЭ. Не через ЕГЭ. То есть вот эта вот тема, ну и это и понятно, вот те изменения в правилах, которые сегодня происходят. То есть ЕГЭ по факту не является единой системой перехода на высшее профессиональное образование? Для выпускников среднего профессионального образования есть особая такая система, особая возможность задать чизн. Понятно, что часть через ЕГЭ идет, а часть идет через профессионализацию. Спасибо. Ну, это может быть, кстати говоря, и направлением, чтобы эта разработка шла снизу, а не только сверху. Супер, спасибо. У нас, видите, Алдар Валерьевич, какая история. Все недостатки, проблемы, которые в системе существуют, для нас урожай. То есть для нас это источник, так сказать, тем и стимулирование коллег в эти направления двигаться. Спасибо большое. Вот идея пространства совместной жизнедеятельности, она очень богатая. Она в том числе и на такую тему, как город образование может распространяться, да? Какие-то передовые производства и системы образования. Вообще вот эта интеграция деятельностей, а не формальная, так сказать, взаимодействие, это очень важно. И с этой позиции я бы хотел предоставить слово зависящему кафедру общей экспериментальной физики Московского педагогического государства университета, профессору Гольцману Григорию Наумовичу, для обсуждения особого направления, но не буду анонсировать. Я думаю, что Григорий Наумович сам все это скажет. Григорий Наумович, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Все хорошо. Хорошо. Спасибо. Я хочу остановиться на инновациях в образовании, на таком направлении, которое, мне кажется, и, собственно, приводит к тому, что нам надо быстрее двигаться с инновациями. Собственно, почему, как это происходит, что мир вокруг нас меняется быстро? Это, в основном, все-таки связано с технологиями, с новыми технологиями, с развитием высокотехнологичной промышленности. И поэтому, действительно, за такой очень небольшой в историческом плане период времени интернет, которым мы пользуемся, мобильные телефоны и так далее, и так далее. Если посмотреть на это из моего опыта работы в педагогическом университете, я уже 50 лет занимаюсь подготовкой учителей физики, и в прошлом и в школе, и учителя физики хорошо знали, как устроены те технологии, с которыми приходится в жизни сталкиваться. И могли объяснить, как едет автомобиль, как плавает корабль, даже как летает самолет. А теперь, если спросишь школьника и учителя, и даже преподавателя педагогического вуза, про то, какая все-таки основа такой технологии, которая заложена в компьютере или в мобильном телефоне, какой элемент памяти во флешке, которую вы втыкаете в свой компьютер, и там, как работает современный фотоаппарат и видеокамера, которые вокруг нас расставлены. И оказывается, что почти никто ничего не знает. Последние 10 лет я еще работаю с инженерами в подготовке инженеров для высокотехнологичной промышленности. И я вижу, что приходят бывшие школьники, поступают на инженерный факультет, и их надо учить с самого начала. И потом, когда заканчивает такой инженер, то его доучивать надо уже на предприятии, и долго, и, в общем, это проблема страны. С другой стороны, вот такой тезис, что все меняется очень быстро, и мы не знаем, а что будет, какие новые технологии будут через 5-7 лет, я бы с этим не согласился. На самом деле, не так все быстро меняется. Если вы посмотрите, а что такое интернет, это то, что физики начинали еще лет 40 назад, когда надо было передавать информацию между астрономами, которые на разных телескопах, или между физиками, которые изучают атомное ядро от ускорителей. И потом это постепенно вышло, так сказать, к широкой публике. Мобильные телефоны – это то, что, в общем, начиналось тоже очень давно. И теперь можно, на самом деле, сказать, как эта область будет развиваться в ближайшие 10 и даже, может быть, и больше лет. То есть, в принципе, мы можем готовить и школьников, и учителей физики, но, надо сказать, мы этого не делаем. И вот эту проблему, которую нам решать надо. При этом, если посмотреть, а как это делают в других странах, я могу сказать, что делают лучше, чем мы. Наверное, вы знаете, проблема глобального потепления, изменение климата, парниковые газы. Это приведет к тому, что большая промышленность, на которой наша страна основана нефть, газ, уголь, это будет постепенно уменьшаться. И это большая область науки. Еще лет 10 назад я присутствовал на конференции в Японии, посвященной проблеме изменения климата. И там в фойе было такое большое панно из компьютеров, из дисплеев компьютеров, где в реальном масштабе времени можно было увидеть глобально на всем земном шаре, как меняется содержание углекислого газа, потом переключается, как меняется содержание углеводородов. И было видно, что Китай много производит таких ненужных газов, и Америка тоже. В России тогда меньше значительно, но очень локально. При этом я видел, как пришел класс японских школьников с учителем, и учитель показывает им это, объясняет, и они с восторгом это воспринимают. Вот в нашей стране я такого не наблюдал. То есть я понимаю, что школьники наверняка интересуются новыми технологиями, как там это устроено. А учитель часто не может, и на самом деле даже и прочесть популярно, в общем-то особенно негде. Мне кажется, это важное направление нашей работы. Ну и вот я еще хочу сказать про сам термин инновации. Вот в промышленности инновации – это понятно, что такое. Если я что-то такое придумал и предлагаю, и промышленность это воспринимает, а на рынке это продается и растет быстро продажи – это инновация. В образовании, конечно, гораздо сложнее. Но все-таки если мы что-то сделаем, и это учителя, и затем школьники берут и применяют, им это нравится, оно работает, оно дает результат, по-моему, вот это и есть инновация. Ну и так дальше, когда мы перейдем к представлению и к группам, то я надеюсь подробнее об этом поговорить и обсудить. Спасибо. Спасибо большое, Григорий Иванович. Это вот вечный, уже, по-моему, больше столетия, спор, дискуссия, развлечение инноваций в гуманитарной сфере, в производственной и рыночной. Это очень интересная тема. Может быть, мы даже отдельно когда-нибудь это обсудим. Я думаю, что для нашего ведущего эксперта Михаила Викторовича Богуславского, как историка-педагогика, это тоже может вызвать интерес. Где развлечения, а где, значит, точки схождения, да, потому что, ну, напрямую не продаж в образовании, но без спроса, что называется, да, тогда это тоже, ну, в молоко. Спасибо большое, Григорий Иванович. Коллеги, мы закончили круглый стол, уложились во время, и сейчас, значит, я хочу сделать два шага перед тем, как мы дадим слово модераторам направления, они представятся сами, представят свои секции, чтобы сориентировать коллег. У нас стабильно больше 400 участников присутствует в моменте, значит, кому куда идти и как сориентироваться в самоопределении. Но перед этим два шага хочу сделать. Вот Алдар Валерьевич, значит, не стал звать на Байкальский форум, потому что форума не будет, да, а наши красноярские коллеги, ну, по-разному можно оценивать смелость, безрассудство, желание все-таки провести, будут проводить в онлайне красноярский форум вместе с нами. Мы – педагоги Красноярска. Мы живем и работаем в самом центре Сибири. Мы умеем учить традиционно и выходить за рамки. Чтобы быть нужными, мы постоянно развиваемся. Мы учим детей быть сильными и справляться с любыми трудностями. Создаем среду, где недостаточно знать наизусть параграф или списать с интернета. Мы учим их исследовать и открывать новое. Так мы учимся быть счастливыми. Поэтому наши ученики уважают и чтят традиции в страны, сохраняют прошлое и создают будущее. Готовы помогать тем, кому нужна поддержка, умеют принимать других и ценить настоящую дружбу. Учатся вместе с нами быть счастливыми. Красноярский стандарт качества – это бренд. Мы расширяем границы. Приглашаем всех на Красноярский образовательный форум. Красноярск – гостеприимный город, где живут доброжелательные люди. Здесь рады всем. Красноярск – гостеприимный директор методического центра города Красноярска, наш давний партнер и любимый Евгения Валерьевна Величко. Евгения Валерьевна, прошу вас. Здравствуйте, Александр Золович. Здравствуйте, коллеги. Знаете, да, чтобы с одной стороны было более тепло скоротать время до Байкальского форума, либо до Апрельской эврики, мы хотим продолжить наш содержательный разговор и приглашаем всех на онлайн, пусть пока да, на онлайн-встречу с 11 по 13 ноября. На нашей встрече мы предлагаем, с одной стороны, продолжить возможные линии развития, которые мы предлагаем там пообсуждать. И в тот же момент мы готовы представить для экспертной оценки наши наработки, того, что мы делаем в рамках проекта «Город образования». Еще раз повторюсь, с 11 по 13 ноября мы ждем всех для обсуждения на наших площадках. Программа всем коллегам интересных будет выставлена на нашем сайте, будет выставлена, я думаю, через сайт Эврика, и будет выставлена в нашем Инстаграме. Можно будет все прочитать. Спасибо. Ну и на Эврике и в вестях образования будет подробная информация. Красноярск, ноябрь, онлайн – это не холодно. Нет. Спасибо большое, Евгения Валерьевна. Видеорефлексия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Спасибо. Корректор А.Кулакова 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 о приобретениях наших воспитанников мы сегодня можем говорить для того, чтобы они были и счастливы, и успешны. Еще одно направление будет связано с полю субъектности воспитания. И тут все волнующие нас вопросы, прежде всего, это современные взаимоотношения с семьей, это появление новых субъектов воспитания, ну, например, таких, как управляющий совет, хотя его не совсем можно назвать новым, это и более активная позиция различных детских, юношеских, общественных, молодежных объединений. Безусловно, мы будем говорить о воспитательном потенциале цифровизации, то есть не только о тех негативных сторонах цифровизации, о которых мы говорим много и часто, но и о том, что может нам реально дать цифровизация для того, чтобы было более продуктивным и более эффективным воспитание и в условиях дистантного, скажем, обучения, и не только его. Естественно, мы поговорим об оценке и о способах оценки, и о методах оценки воспитательной деятельности, но и так или иначе мы выйдем на проблему изменения педагогического сознания, скажем так, в сфере воспитания, потому что мы, к сожалению, сегодня живем во многих, скажем, таких стереотипах, которые характерны в том числе и для сферы воспитания, которые нам как педагогам надо преодолевать. Ну, например, такой стереотип, что для того, чтобы стать воспитателем, нужно овладеть максимум различных воспитательных методик, и если вы ими овладеете, то будет вам счастье. Вот как бы альтернатива этого взгляда, мы об этом тоже поговорим. Но и я как бы вот, готовясь к сегодняшнему нашему разговору, набросала те направления, в рамках которых может идти речь об инновациях, вот у меня их получилось 20 таких направлений, все они так или иначе укладываются в то, о чем я говорила. Вот и жду как бы ваших предложений, ваших вопросов, которые сегодня нам необходимо рассмотреть в области воспитания и в которых, вы считаете, могут появиться инновации. Спасибо. Большое спасибо. Это было первое направление воспитания. Направление 2. Содержание технологии СПО, профориентация. Профориентация. Куратор второго направления Ольга Борисовна Устюгова, заместитель директора Института проблем образовательной политики «Эврика». Ольга Борисовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас буду рада приветствовать на нашей секции. Содержание технологии среднего профессионального образования и профориентация. Мы обязательно на секции обсудим актуальные проблемы, которые существуют в системе СПО, которые связаны, в свою очередь, с вызовами ВУКа мира, то, о чем говорил Александр Изотович в своей первой лекции, в своем первом сообщении. Кроме того, мы обсудим различные молодежные стартапы. У нас есть федеральные инновационные площадки, которые работают в этом направлении. Проекты создания и развития бизнес-предприятий в организациях среднего профессионального образования. Возможность введения коротких программ профессионалитета, потому как мы все знаем, что ПТУ сейчас нет. Есть уровень только среднего профессионального образования. И очень нас всех будут, конечно, вдохновлять примеры хорошего такого, удачного внедрения программ профориентации, потому что это действительно такая проблема. И об этой проблеме Александр Изотович тоже рассказывал. Включать в эту проблему, может быть, все, что связано с WorldSkills всех уровней, начиная с дошкольного, как мы знаем. WorldSkills распространяется у нас и на дошкольников, и доходит до соревнований мудрых, как они их называют. И также, наверное, мы обсудим тот вопрос, который затронул Алдар Валерьевич Дамдинов. Вот как раз у поступления в ВУЗы выпускников системы СПО разработка, возможно, каких-то экзаменов, связанных с профстандартами. Приглашаю вас на наше направление содержания технологии СПО и профориентацию. Спасибо. Направление номер три. Цифра. Роман Викторович Селюков, первый заместитель директора Института проблем образовательной политики Эврика. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы будем работать в рамках достаточно широкого направления, которое называется цифра. И я бы отметил, что основным итогом нашей работы будет разработанная матрица проблематики возможных проектов инновационных по данному направлению. Скажу о том, что цифра на сегодня – это и среда, и инструмент, и содержание, и синтетический субъект, и становящаяся новая реальность. Если говорить о жизни и об образовании как части жизни, то само понятие цифры нужно рассматривать в контексте деятельности. В этом отношении мы попробуем в рамках работы нашего направления построить такую матрицу, которая, с одной стороны, соединяет деятельность с цифрой как инструментом, которая соединяет деятельность с цифрой как некоторой средой, с цифрой как содержанием и так далее. И думаю, что такого рода матрица позволит людям, которые видит достаточно широкое поле проектов в сфере цифры, сориентироваться, каким образом можно выстраивать такую целую навигацию проектирования в этой области. Всех приглашаю на нашу группу. Мы попробуем разобраться с несколькими кейсами из дошкольного образования и из школьного образования, которое позволит нам уже с чувством почвы под ногами двигаться в построение матрицы проблематики по направлению развития инноваций цифры. Спасибо. Спасибо. И следующее направление – содержание, образование и функциональная грамотность. Это направление 4. И его куратор Елена Александровна Осипова, заместитель директора Института проблем образовательной политики Эврика, кандидат педагогических наук и эксперт федеральных инновационных площадок. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашей группы – содержание, образование и функциональная грамотность. Актуальность инновационных проб и проектов в данном направлении обусловлена сразу несколькими моментами. Во-первых, это стратегические ориентиры в рамках указа президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 30-го года и постановка задачи о вхождении нашей страны в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в том числе по результатам международных сопоставительных исследований. Это активно реализуемые проекты Министерства просвещения в данном направлении Российской Академии образования и очень активное медийное освещение этой тематики. Во-вторых, это, конечно, ответ на вызовы времени, это технологическое ускорение изменений в мире и необходимость обучения каждого в течение всей жизни для полноценной самореализации. И в этом смысле задача обновления образовательных программ через формирование функциональной грамотности как важнейшего механизма, который обеспечивает персональную и глобальную конкурентоспособность, выходит в приоритетное. В подтверждение этому хочу сказать, что 53,8% представленных на предыдущий конкурс заявок было в рамках раздела «Содержание образования и результаты», в том числе включая функциональную грамотность. Если разделить инновационные практики по данному направлению на какие-то условно группы, то выделяются следующие группы проектов. Во-первых, проекты о создании поддерживающей позитивной образовательной среды за счет изменения содержания образовательных программ, создания комплексных, сетевых, деятельностных, индивидуальных и многих-многих других программ. Вторая группа – это реализация эффективных педагогических практик, которые обеспечивают решение многих задач, в том числе снятие проблемы формализма и ситуационности результатов. Наибольший интерес в этом смысле представляют практики развивающего обучения, поскольку фокус в них как раз на стимулировании самостоятельной учебной деятельности, работу в ситуации неопределенности способов действий, приобретение опыта успешной деятельности, особый мотивационный климат и, конечно, рефлексивность. Третья группа – это очень важная группа проектов разработка и внедрение новой системы учебных заданий, которые бы охватывали все оцениваемые компетентности и выходящие за пределы одной какой-то предметной области, в том числе с использованием методологии ПИЗа. И здесь, по мнению международного сообщества экспертов и наших отечественных, качество образовательных достижений школьников в основном определяется качеством учебных заданий, предлагаемых педагогами. Ну и отсюда еще одна четвертая группа основная проектов и практик, которые мы попытаемся тоже рассмотреть. Это повышение квалификации педагогов, поиск новых моделей и программ, обеспечивающих, как раз овладение инновационными способами для формирования вот этого нового содержания образования, организации учебной деятельности различных форматов в рамках нового содержания, оценки образовательных результатов, в том числе функциональной грамотности и, конечно, с учетом возможностей цифровых форматов. Ну и организации межпредметного и сетевого взаимодействия с коллегами, которые могли бы максимально плодотворно сказаться на решении обозначенных задач. Мы предполагаем, что в рамках нашей дискуссии рабочей мы попытаемся выделить основные проблемы в ходе реализации обозначенных мной групп проектов, и эти проблемы позволят нам посмотреть перспективу следующего шага в данном инновационном направлении. Спасибо большое. Ждем вас с Алексеем Борисовичем Воронцовым на нашей группе. Спасибо. Это был анонс направления номер 4. И последнее направление номер 5 – кадры для образования. И координатор этого направления – Алдар Валерьев-Дедамдинов, ИО-ректор Бурятского государственного университета. Добрый день еще раз, коллеги. Тема кадры для образования на самом деле является одной из актуальнейших и во все времена. И приглашаю поговорить о проблематике сегодняшнего дня, поскольку сегодня модерационные процессы образования, связанные в первую очередь, конечно, с реализацией национального проекта образования, с созданием, введением новых школьных стандартов, возвращение воспитательной функции системы образования, создание цифровой среды в школе. Все это, конечно, накладывает на дополнительные функции для учителя. Это необходимо нам с вами обсудить. Становит сегодня, конечно, актуальным то, что для учителя наиболее важным становится функция организатора учебной, проектной и исследовательской деятельности и образовательных практик, консультанты, исследователи, руководители проектов, навигаторов образовательных, в том числе и цифровой среде. Поэтому эти все функции мы попытаемся обсудить. При этом мы понимаем, конечно, что, несмотря на активное продвижение системы непрерывного роста педагога, значительная часть учителей не проявляет инициативы, не обновляет свои компетенции. Это связано с высокой долей задокументированности учительской работы, формальностью и недофинансированием программы повышения квалификации, с низким уровнем развития наставничества молодых педагогов, несоответствия материальной базы. В общем, много проблем, которые необходимо, конечно, с вами обсудить. Но и важная, конечно, это сама подготовка кадров в вузовской системе, что сегодня делается в этом направлении, какие необходимы на сегодня сделать инновации. И в этой части, со стороны ущелей, было бы очень здорово, если была бы обратная связь. Я бы попросил сегодня со мной вместе поработать моих коллег. Это Галина Николаевна Фомицева, я знаю, что она на связи сейчас находится, и Татьяноча Кдурну-Будаева. Я знаю, что еще со мной работает Ольга. Господи, вылетела из головы. Ну, в общем, всех мы вас ждем на кадры для образования. Фекции, пожалуйста. Спасибо. Это направление богато кураторами, и я хочу представить второго координатора этого направления, Григория Наумовича Гольцмана, завка федры общей экспериментальной физики МПГУ. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я уже немножко в начале говорил о том, что мне представляется важным при подготовке педагогов, при подготовке учителей. И тут по этому направлению, я думаю, мы тоже там поговорим подробно, какие новые технологии вообще, высокотехнологичная промышленность, какие кадры нужны для промышленности, тем самым в подготовке учителей и школьников, и как это все-таки ввести в образование. Спасибо. Сейчас прозвучали описания пяти направлений, и я предлагаю вам выбрать одно из них. Каким образом будет осуществляться туда переход, сейчас мы вам продемонстрируем. В чате вы видите ссылку, через которую можно попасть в эти направления. Вот вы попадаете на страницу авторской школы Эврика. Пролистываете немного вниз, и можно воспользоваться кнопками направление 1, направление 2, 3, 4 и 5. Если вы выбрали направление 4, вам нужно нажать на этот ползунок. Выплавит окно, где будут звучать координаторы этих проектов. Далее нужно нажать на кнопку «Воспользоваться ей», «Войти в зал» и разрешить своему браузеру использовать Zoom. Если у вас не получится войти через кнопки, вы можете пролистать страницу вниз, и здесь в программе, внутри программы, есть направление. Вот время работы направлений с 11.50 до 13.20, и нажать кнопку «Подключиться к группе» 1, 2, 3, 4 и 5 по тем направлениям, которые вы только что слышали. Сейчас будет небольшой перерыв, и в 11.50 группы начинают свою работу. В чате есть ссылка, и я надеюсь, что у всех получится воспользоваться переходом. Здесь мы встретимся с вами в 13.30 для общего пленума при продуктивной вам работе в направлениях.